Утонченные и воздушные, нежные и грациозные на сцене Пушкинского лицея настоящие дамы XIX века. Они без ошибок исполняют полонез и мазурку, кружатся в вихре вальса, с легкостью соблюдают бальный этикет. Больше месяца старшеклассники шестого лицея разучивали манеры высшего общества, чтобы блеснуть ими на Пушкинском балу. Идея, конечно, навеяна тем, что наши ребята обучаются в лицее имени Александра Сергеевича Пушкина. И это наше огромное литературное достояние и наследие, которое мы все-таки должны поддерживать и развивать в душах наших детей. Истинное значение бала – знакомство юных дам и кавалеров. Сегодня не так актуально, но знание его манер и традиции в современном мире не помешают. Как правильно приглашать даму на танец и по каким причинам можно отказаться? Особое внимание на веер – он имеет свой язык. Это и многое другое неожиданно нашло отклик у современной молодежи. И вы заметили, да, с каким интересом молодежь узнает о традициях бала, как учили к тому, чтобы танцевать, с каким увлечением старшеклассники готовились. Очень сожалели о том, что у нас нет уроков ритмики. А те, которые помладше, бегают и спрашивают, а у нас будет такое, а у нас будет такое, а на будущий год будет такое. В Пушкинском празднике приняли участие семь пар. Репетировали все свободное время и очень подружились, говорят ребята. Волновались, ошибались, но, поддерживая друг друга, справились. Самым сложным было всем вместе найти, так сказать, общие точки, найти точки соприкосновения, чтобы никто не сбивался, чтобы все было в такт. Было сложно найти общий баланс, но мы смогли. В основном из нас никто не знал, как танцевать. И мы с самого начала учились все вместе. И нам за неделю до бала сказали, что нужно усить еще признание в любви. Мы тоже все переволновались очень, но вроде справились. София и Иван получили титул короля и королевы бала. Наверное, помогла истинная любовь к литературе и творчеству Пушкина. Но в отдельных номинациях были отмечены все пары. А зрители насладились настоящим театрализованным представлением и погрузились в золотой век русской культуры. Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания Одинцова. Илья Павлов, телекомпания Одинцова.